Ничего не надо. И не хочу, в общем, по большому счету, потому что я не вижу, какие логические операции, более логические операции. Ну, о том, что свобода сейчас, собственно, является только маскировкой, которыми люди, ну, как-то пытаются скрыться, в общем, неизменные какие-то цели, я, в общем, уже сказал. Но что же такое, все-таки, для нас свобода, если говорить об этом более-менее всерьез? Все-таки свобода, ну, конечно, об этом говорили многие, да, и я только свои замечательные о том скажу. Мне кажется, что свобода, все-таки, это возможность жить в соответствии с нашими внутренними, а не навязанными извне потребностями. И свобода вообще возможна, когда мы созрели до внутреннего осознания необходимости этой свободы для нас. Я подчеркиваю, до внутреннего осознания. Ну, в общем, на самом деле, мы должны понимать, что свобода в общем, в современном, так сказать, понимании, это свобода продавать, свобода, даже свобода навязывать, точнее, свой товар. А это, то есть, вот, прошло 400 лет, и, как бы, акценты существенным образом поменялись. Ну, и, наконец, вот еще один, последний эпидроф, который уже имеет, может быть, отношение немножко и к национализму тоже. Эпидроф, мне жалко этого эпидрофа, потому что еще 20 лет назад, я, знаете, написал статью под названием «О власти и нравственности». То есть, вот тогда, 20 лет назад, еще можно было бы такой вопрос, по крайней мере, поставить, поставить рядом эти вот понятия «власть и нравственность», мне казалось. Ходил я тогда, вообще, был энергичный, по многим редакциям, все хвалили, я говорю, «Легко, вот, здорово написано, никто не отмечал». Я потом понял, потому что о власти и нравственности, ну, в общем, думать никто не хотел, а теперь тем более. Теперь уже даже и поднимать такой вопрос, скажем, слушай, человек в своем уме говорит о власти, наверное, не совсем. Мне кажется, что одним из, я немножко перескочу, из наших главных национальных недостатков является отсутствие самоуважения, да, самоуважения к себе. Ну, и то же самое, это и относится уважение к нации, да. Конечно же, то есть уважение к нации, оно, конечно, и начинается с уважения к самому себе. А у нас с этим как-то до сих пор плохо. И это видно на каждом шагу буквально. Причем, когда это касается людей, ну, скажем, неотягченных большим образованием, это еще более-менее понятно. Но сплошь и рядом мы видим это и среди людей, в общем, отмеченных некоторым образованием. Я должен сказать, что национальное чувство, оно как, в общем, чувство классовое, наверное, формируется наиболее поздно. У молодых людей редко оно, ну, во всяком случае, осознанно появляется. Хотя инстинкт, инстинкт, несомненно, присутствует. Это хорошо вообще. Инстинкт – это хорошая вещь. А то вот тут у нас уже такое происходит, такое нивелирование, такое эгрете всеобщее, что уже хотят все различия уничтожить. Не только национальные, но даже между мужчиной и женщиной. Но еще есть какие-то инстинкты. Они нас немножко спасают. Что национализм – это, в общем, высшее проявление самостояния какого-то, какого-то культурного самостояния народа, в котором отдельная личность только и может найти наиболее полное и свободное свое выражение. Ну, этот тезис можно варьировать, можно его расширять. Но, в общем, мне кажется, что вот это и главное в национализме. К теме этой, мне кажется, обращаются редко. И к тому же само понятие «национализм» как-то оказалось очень запачканно некоторыми, скажем так, немецкими товарищами в свое время. И теперь, когда только одно слово «национализм» произносят, все сразу вздрагивы и говорят «национализм» теряют «нацизм». А это вообще абсолютно, конечно, разные все-таки вещи. Ну, я даже думаю, что культурный этот человек, он обязан быть националистом, потому что, ну, иного, и не дано. И мировая культура есть только совокупность культур национальных, национальных исторических культур. Ну, наверное, если мы подумаем, то кто же из наших национальных гениев, можно перечислять их много, кто же из них не был по сути националистом, то есть выразителем национального духа? И кому бы они вообще могли быть интересны, ну, кроме нашей страны, так сказать, узких рамок, если бы они не несли в себе внутри вот это самое необщее выражение лица, свойственно только русскому самосознанию. Вот у нас как-то в последнее время очень гусируется слово «Россия». Россия, Россия, которая выпячивается и заслоняет собой, собственно, русский народ. И мы даже стали теперь не русские, а россияне в одночасье. Хотя это несколько странно, потому что если мы вспомним историю, то, конечно, наша история формировалась как, прежде всего, трудами русского государства. Россия – это территория, только территория. А русский народ – это, то есть, объект истории. А русский народ – это субъект, творящий субъект истории. Это, по-моему, абсолютно справедливо. Вот если бы не было этого творящего субъекта истории, то на этом пространстве, в общем, географическом, наверное, ничего бы не было. И есть такая опасность, что может скоро, так сказать, ничего и не остаться. Очень-очень у нас народ напуган. Особенно, в общем, трусливо себя, по-моему, ведут те люди, которые должны внести правильный взгляд на вещи, именно интеллигенцию. Нам свойственен, конечно, русским ужасно свойственен комплекс неполноценности. Он нам особенно стал свойственным последние 300 лет после вот этих зубодробительных реформ Петра Первого. Ну и история – это ведь, как мы понимаем, это не количество каких-то фактов, дат и прочее, и прочее. В истории главное, конечно, истолкование. То есть толкование, то есть толкование взаимосвязи явлений. Почему одно из другого вытекает или вытекало? Хотя, конечно, толкования могут быть очень и очень различными. Ну и опять же, несмотря на это, в советское время путем, так сказать, неимоверных усилий, вообще изничтожения, можно сказать, интеллигенции и мысли живой и свежей, у нас опять начался подъем до известного как бы предела, потому что вне свободном обществе, конечно, подъема, скажем, свободной мысли быть не могло. И тут наступила перестройка и последующая из нее так называемая демокрация, или, как справедливо урожается Александр Александрович, контрреволюция. И все достижения советской уже эпохи, экономические перерывы, они тоже пошли под нож практически. Мы опять оказываемся у разбитого корыта. Я думаю, что на повестке дня сейчас в России, после всех наших передряг, должна стоять национальная революция, которая должна протекать прежде всего в сознании людей. Может быть, к сожалению, многие слова, которые должны быть сказаны, и позиция, которая должна была бы быть заявлена в начале 90-х годов, так заявлена и не была. И, может быть, с большой грустью я об этом говорю, может оказаться и так, что наши национальные, так сказать, устремления могут принять негативные формы, так сказать, разрушительные формы. Но чем дольше будут сдерживаемы эти вот самые инстинкты, тем более негативные формы может принять национальное движение. И мы, в общем, видим, что оно уже иногда эти формы не принимает. Не хотелось бы этого. Я думаю, что правда – это как раз наша национальная черта, русско-национальная черта, может быть, черта русского национального эгоизма. Правда, которая правда, извините за тавтологию, часто притягает, по слову Достоевского, в некую слишком всемирную отзывчивость. И эту отзывчивость нам надо бы, может быть, в себе немножко притушить, найти в себе вот некое внутреннее самостояние. Вот если мы воспитаны в одной музыкальной традиции, то да, мы ее как-то понять можем. А если в другой, то все, это уже абсолютно чужой язык. Ну, то же самое касается и всего – и живопись, и правды. Я думаю, что национализм в нашей стране должен как-то, так сказать, победить и восторжествовать. Национализм в хорошем смысле этого слова, подчеркиваю. Потому что, во-первых, мне странно, что это не произошло 20 лет назад. Это естественнейшая реакция на интернационализм. Мы уже проходили. Все, 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 к чему мы сейчас возвращаемся, получая уже второй раз, уже пережеванный продукт из русла, из рук Европы. Ну, у нас-то было. И как же это мы так вот забываем? Конечно, больше-то всего в национальном плане пострадал от этой государственной власти именно русский народ. И, конечно, тут опять же славяновило правду. Очень нужно разводить государственное начало и начало национальное. Потому что, конечно же, патриотизм, патриотизм есть логическое продолжение национализма. Я думаю, что национализм, он вообще, во-первых, пронизывает всю европейскую, европейскую, в частности, культуру. Мы на нее больше ориентированы, но и не только. Но патриотизм, мне кажется, это более узкое понятие. Мыслью и, так сказать, логическими убеждениями, как бы ни были они выстроены прозрачно, убедить, по большому счету, никого нельзя. Убеждает, в общем, какая-то страстная позиция. На этой страстной позиции я вот нам всем хочу пожелать. Россия, конечно, для русских, для тех, кто чувствует себя русским. Я не хотел бы отделять. То есть, вот, это невозможно отделить, проводить какой-то там медицинский анализ, как это было в свое время, по измерению черепов или анализу крови, да, процент русскости. Нет, конечно, это находится в сердце человека. И с этой точки зрения Россия, да, Россия для таких русских, я за это. Что делать тем, кто оказался в России, но не являются русскими? Такое национальное революции в сознании. Это понимание ценности русской истории для мира. И, собственно, мир нас должен заботить, по-моему, в последнюю очередь. Прежде всего, для самих себя. Так много говорится про свободу личности, да, что личность должна быть свободна, саморазвиваться, та-та-та-та-та-та-та. А почему же при этом забывают о свободе, собственно, самовыражения и вот самостояние нации, которая на самом деле является только высшей ступенью и продолжением развития личности. И нация, если хотите, вот это, конечно же, организация сверху, организация, стоящая над вот этим сообществом личностей. Вот эти личности, они и формируют национальное самосознание. Смополитизм в каком-то смысле более, наверное, негативное, все же, понятие. Вот именно если так его трактовать, так, где хорошо там и отлично. А интернационализм, я все-таки думаю, для нашей истории он сыграл отрицательную роль, но в принципе он в себе несет просто признание на равное право, на равные национализмы, равные национальные эгоизмы соседних культур, потому что я думаю, что и не... Субтитры создавал DimaTorzok